всем привет сегодня я расскажу на чем строится или базируется запеканка из чего она состоит и как лучше делать запеканки конечно же запеканка у нас состоит из первой главной части это макарон для запеканок лучше брать макароны помельче не крупные но и не совсем мелкие то бишь средние чуть меньше среднего у меня вот такие вот рожочки которые отварил и смазал сливочным маслом со сливочным маслом конечно же вкуснее мы помним об этом для того чтобы они были сочными нужно дать что-то сочное у меня помидор это может быть и жареный лук это может быть и например какие-нибудь мелко рубленые овощи то есть все то что даст сок наши запеканки быстро чистим помидоры именно таким образом потому что пока мы разогреем воду пока мы опустим туда помидоры пока они у нас там побудут потом обжигая руки достанем потом в холодную воду потом почистим за это время я уже блин 3 килограмм помидор почищу и порежу нож должен быть параллельно доске если он не будет параллельно доске то соответственно вы либо обрежете кожу на каком-то этапе либо уйдете в мякоть понимаете он должен быть всегда вы должны давить на кожицу помидора и немножко вот так вот двигать вперед назад тогда у вас остается чистая кожица без мякоти дальше мы это все режем хаотично как бог на душу положил как говорят не ровными не крупными не мелкими такими средними кусочками режем это все и складываем в чашку обязательно чесночок чеснока немного главное не переборщить запеканка это у нас не суп она не так долго варится поэтому чеснока не должно быть много иначе очень сильно будет пахнуть чесноком чесночок порубили сюда к томатам сюда же мы отправляем кинзу вместе со стеблями обязательно режьте кинзу всегда вместе со стеблями во-первых стебли мягкие во вторых там самый самый аромат отправляем сюда же дальше макароны смотрим на емкость ориентируемся по макаронам здесь все на вкус и цвет кто-то любит меньше помидора больше макарон но помидор дает реально вкусный сок и ваша запеканка не будет такой скучной и сухой не забываем что нам понадобится еще сюда перец аромат тоже должен быть откуда-то и соль немного фарша вкус мяса сделать вашу запеканку вкуснее чем просто макароны теперь мы этот фарш должны размять вместе с томатами зеленью если фарш не соленый добавьте больше соли если фарш соленый то будьте аккуратны так как только более менее фарш размешали добавляем яйца именно яйца делают нашу массу клейкой то бишь после запекания она у нас будет однородной добавляем яйца и перемешиваем макарошинку кто попробует для запеканки алиса иди макароны вкусная штука дуся дуся давай пока дуся там ловит мух за это время мы уже сделаем запеканку теперь нашу запеканку мы берем и перекладываем в емкость желательно в керамическую но принципе у кого какая есть духовку и разогрел до 220 градусов ставлю сюда запекаться и достаем запеканку теперь берем нарезанную кубиком моцареллу накрываем сверху тут как говорится главное сыру не жалеть отправляем еще на пять минут вы даже не представляете какой аромат дарит нам эта запеканка супер ладно я даже не буду с вами прощаться скажу просто пока и пойду я попробую